сегодня будем пробовать вот такие mac and cheese шарики которым в козко купили написано что они из хорошего короче говорят тесто сделаны из хорошей муки сделать в airfryer их надо готовить в airfryer 8-10 минут до золотой корочки на 400 фаренгейт давайте попробуем лёша будет нас пробовать потому что лёша такой любит макс тоже любит но у макса сейчас нет поэтому сделаем только лёша смотри какие они на вид хорошие ты сколько штучек съешь как ты думаешь 7 ну давай ну что алексей будем пробовать некоторые видите немножко разбомбила их они такие криспи как это называется осторожно только горячо может быть откусывая лучше а то могут быть горячие внутри горячо хрустящие они снаружи хорошие тебе нужно какой-нибудь соус попробуем без соуса да хорошие вкусные съедобные как думаешь максу понравится да ну кей вам с максом нравятся такие штучки ну ладно можно будет брать да это недавно в козко появились итальянские хороший вид вкус очень окей кушаем на здоровье а у нас знаете что на ужин рыбка ну рыбкой не удивишь никого и у нас на гарнир фалафель будет а это я сделала к нему соус а здесь у меня греческий йогурт соль перец и укропчика я добавила я не знаю как там делается тадзики ну вот я бы конечно вот с ним предпочла сделать фалафель но в общем что было под рукой то есть мастерила эти фалафель мы купили в трейдер джоус я их в airfryer по моему 13 минут я их на триста двадцать пять фаренгейт запекла и вот сейчас будем пробовать первый раз мы их едим я попробовал сразу соусом надо наверное было отдельно попробовать ты отдельно попробовал ты тоже с соусом сразу соус не совсем тут но вроде ничего такие но они такие суховатые мне кажется да и вот я привыкла чуть-чуть другие но мне кажется или они вообще написано было что надо триста двадцать пять фаренгейт десять-пятнадцать минут я сделала двенадцать вот чтобы не в airfryer там не важно вот 10 лучше да может быть 8 но короче соусом издабривать надо и тогда нормально какая у нас ребята чудесная погода сейчас 26 градусов очень тепло не жарко просто великолепно мы едем на ночь глядя в наш любимый магазин осталось одна миля до 40 тысяч это мы 40 тысяч минут наездили до за четыре года за почти 4 почти четыре года мы едем в хоум дипо да возрадуется те кто его любит смотрите здесь тоже уже хэллоуин ну хорошо хоть не новый год да ой слушай после этого после коска я не удивлюсь внутри хоум дипа будет уже новый год класс давай вот здесь слушай что-то сегодня кондиционер здесь работали как бешеные так нам нужен еще один кабель чтобы заряжать что прикуриватель поле как он называется стартер вот смотри а может воздать действительно зачем нам вот они такой да или какой тиража линейцы с одной что очень такой длинный нет я тебя пытаюсь объяснить что вот чтобы заканчивающийся а вот это не это вот вот я ж тебе взяли да есть короче вот смотри два хита юр вот да но это а кстати такой тоже нужно видишь только нужен gfc ай где-то я видел его джейси ай боже мой 50-100 хит а вот смотри на 15 нормально отсюда 5 метров а боже мой да все бери и побежали дальше да а вот шесть беленький давай беленький ну давай беленький все цвета радуги у нас будут подойдет не подойдет не подойдет что ж такое то ну давай уже какой-нибудь возьми нормально вот смотри нормальный вот этот а это все какой-то другой 15 ампер тоже вот 15 руль там 13 а ну чё вот еще какие-то есть он тоже 13 ампер да ну ладно вот такой пойдет это тоже с какими-то вот а а а вот этот же нормальный да да вроде бы 15 ампер там все равно у нас розетка на 15 ампер сколько он стоит а блин тоже 13 тоже 13 тоже 13 а боже мой вот этот сколько ампер 15 но он коротенький совсем так пойдем еще купим ручку для гаража ручку для двери у нас единственная дверь вставшиеся без ручки, это которые выход в гараж из дома. И я ещё хочу посмотреть какую-нибудь сетку от этой кошки. И вот после этого видео, которое вы видели, надеюсь, уже к тому моменту, не говорите, что я не люблю кошек. Я их люблю, но когда они ведут себя прилично. Если они неприличные, то я их в этот момент очень не люблю. И я думаю, что вы тоже не любите. Если кошка какая-то в ваш цветочный горшок, ну или какой-нибудь с растениями, гадит, то я думаю, что мало из вас, кто любит кошек в такой момент. О, боже, смотри, тут прямо это, Spirit of Halloween. Обалдеть. Ой, ну смотри, это как в магазине Spirit of Halloween. Какого? Вот такого высокого? Ты что, Юрий? Кашемары перед рождеством. О, господи. Смотри, а она зависла, делаешь кашу. Ты того хочешь? Нифига себе. Вот вы смотри, какого высокого. 400 баксов. 400 баксов? Вау, ужас. Какого вы видите у нас на фронт-ярде красавчика или красавица? Мне кажется, надо всех брать, Юр. Всех сразу. А, это кто-то там сзади. О, смотри, с бутылкой. Да, да. Развлекать, да, этих? А вдруг потом нас обвинят, в нашем смысле? Испугаем какого-нибудь доставщика. Все, можешь загружать. Слушайте, это... Тринадцать вид? Ну, четырехметровый. Ну, так видно же. Смотри, это вот он от пола такой, вот такой вот. Ужас. Четыре с лишним метра. Остановите этого парня. А то он еще купит эту штуку на 400 баксов. А этот всего 257. Это вот этот вот мужик. Он стоит 250 долларов. Да. Я не помню, что в Home Depot в прошлом году вот такое было. Это, наверное, этот магазин Spirit Halloween. Видимо, решил мне открываться. Да, сказали, мы у него так и не зашли. Вот, вот этот здоровый. Смирин тоже 243. Ну, понравилось, да. 200 долларов. А, слушай, да? Дешево. Совсем дешево. Может, поставим его? Серьезно, что ли? Боже. Давай что-нибудь более мирное. Да. Может, что-нибудь более мирное? Смотри. Жидкость для дымогенератора. А сам дымогенератор? 20 долларов. А, вот, наверное. Это аксессуары для него. Слышлайн, таймер. А, не знаю. Вот, вот дымогенератор. 80 долларов стоит. 80 долларов. Боже мой. Смотри, тут еще есть какие прекрасные. Вот кошечки, собачки есть. Трикотрит. А вот, смотри, кукла Чайки или кто это? Да, да. Да, это кукла Чайки. А, боже. А, еще один кто есть. Да, пойдем посмотрим на них. Сходили в Хоум Дипо, ребята. Ну, да, я вижу. Ну, прикинь, такая бандура, потом у тебя будет лежать в гараже, место занимать. Ну, он в коробках включается, да? Не знаю, Йора. Мне кажется, у нас такое прекрасное комьюнити, и вот таких монстров в него заселять не очень хочется. Вот, смотри, какая милота тоже. Ой, блин, слышала, вот тот руками машет. Вон тот. Клап твои руки. О, ужас какой. Да, 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 я вон свердобок активировала. А, ну что, котел? О, там 350. Нет, 300, конечно, я не готов. А вот 200, может быть. Кошмар какой. Тот руками. Тот руками машет. А, резко. Резко, да. Кошмар. Я предлагаю сразу несколько, Йорк. Вот этого мужика, вот этого мужика. Мужика вот этого. Вот этого, потому что он скучный. Ну что, он скучный. Ужас. Ты с Лешей приходи сюда и выберешь. А потом будет сюрприз. Установите, а я выйду. Похоже, мы сегодня выйдем отсюда не с дверным замком, а с каким-нибудь монстром. Да, да, да. Ой, боже мой. Пойдем, Юра. А ты помнишь, какая модель у нас ручки? Вот они. Так, подожди, только это Bad & Buzz. Нам нужен вот. С ключом, типа. Наоборот, без. Вот. А, ключи у нас отдельно будут. Да, да, да. Отдельно, да. Замок у нас электронный. Вот так же у нас выглядит, да, Йорк? А, нет, не та. А, так. Так, так. Да, вот так. Вот там. Все ручки, да. Да. Да, да. Вот, вот такое вот у нас. Так. Что, все? Вот нахуй. Да. Ой, боже, что-то выглядит, да. Юра, нет, не забор, конечно, я хочу. А вот что-то типа вот этого. Вот, Юр, типа вот этой штуки. Да. Ну, и сверху класть и все. Вот, смотри, сердце. У меня надо такую, чтобы я могла ее просто вот так поднять и убрать. Ну да. Ну, то есть она должна быть или на липучках, или на магнитах. Да, даже на велкро можно поставить, сделать. Да, на магнитах-то ладно. На липучке, да? Ну, типа. Ну, тут большие рулоны. Нет, не такую прям вот мягкую, а жесткую я хочу. Ну, еще жесткую. Жесткую, жесткую. А она тоже жесткая. Нет, она розеттывается, раскручивается. Я хочу такую, чтобы можно было ее... Прям пластиковую такую. Что-то тут закрыто уже у них, что ли. Знаешь, вот такие, на которых вьются цветки? Примерно, примерно. Ну, не металлическую. Это не совсем, да. Да, провалится, да. А, вот, смотрите, деревяшки вот эти. Вот, например, вот это вот для краски. Да, дырки большие. Смотрите, что-то еще делать не будет. Да, да, да. В общем, ничего мы такого не нашли. Ну, сейчас посмотрим, может быть, где-нибудь есть... Ту сетку, которую мы видели, это, знаете, это... Чтобы тень создавать над чем-нибудь. Что это такое? Мякушка, чтобы на колени вставать. А, на колени вставать. Бревно говорит, как нам надо. Это куда? А, это балка? Которая надо заменить, да. А, которая надо на этом, на нашей деке. Ну, видимо, это как раз для этого и купили. Видишь, они приготовили. Они, смотри, они купили... Вот, смотри, они вот специально взяли вот это, вот это все. Не, вот такая. Ну, это слишком такая. Давай гвоздики в объем и леску натянем. У нас леска есть? Да, у нас леска есть. И гвоздики есть. Да? Да. Ну, давай. Давай, я сделаю. Спасем грядку от кошки. Я хоть нашел, говорит. Да. Я просто думала, что если здесь есть окна, то можно было бы москитную сетку положить. Ну, она 50 баксов будет стоять не меньше. 50 баксов? Да. Ну, нету, короче, москитной сетки нету. Есть целые двери. Я сделал рамочку, единственное, я не помню. Плазик на меня. Ну, ладно. Да, москитных сеток нету. Это эти люки такие. Москитные сетки. Смотри, вот так вот раздвигаешь. Опа. И она у тебя прям на грядку ложится. Да, грядка чуть шире, правда. Но она не пролезет. Оставшиеся. А она не упадет? Слушай, что, действительно 80,5 баксов? Да. Вернем. А вот есть побольше за 10. Нет, она такая же. Нет, она дороже, значит, она больше. А, ну, это вот... Это совсем большая. Надо найти золотую середину. Смотрите, ребята. Вот это вот от кошки будет. Она еще такая, по-моему, она... Ну, она не армированная. А, вот, смотри, вот сетка. А, да. Просто отдельно. Она стоит дороже, чем рамка. Да. Сетка. Давай просто вот эту возьмем. Да? Да, а что? Ну, да. А потом она, наверное, отвыкнет. Так, подождите. Видите, как я это... Ну, конечно, не знаю. Вообще. Мозг, мегамозг. Вот это сколько стоит? 18. Ну, написано. Высота. Так. Мне кажется, вот она пошире, да? Да. Может быть, она тоже... Да, 18 стоит... Вот, 9 долларов. А та, что не 18? Ой. Не сломай. Мне кажется, как раз на грядку хватит. Да. Ребята. Я просто не хочу никакой химии брызгать, потому что это же все на растениях будет. Не придется мне ничего делать. Да, прекрасно. Я облегчила тебе жизнь, Юрий. Правда? А ну да, это москитная. Это москитная, да. Да, это много. Слушай, она когтями не подерет ее? Я и подеру. Ну, такая пластиковая. Смотри. Вот есть. Пэтскрин. Ну, это для того, чтобы животные нейтрали как раз. Она как бы более крепкая, видишь? Она подольше. Вот она. Да. Сколько стоит, да? 23 доллара, наверное. Ну, понятно. Ну, ее слишком много. Куда нам столько ее? Это вообще 48 на 48 дюйм. Да. Ну, ладно. Да давай вот эту посмотрим. Но она сегодня, смотри, она сегодня расходила по этому, как он называет, по этой пленке. Не подрала же? Нет. Не хватило у нее наглости подрать? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 79 долларов наш поход в фон Дипа. Пока что обошлось без чудищ. Но Юрий не поколебим в своем намерении. Хочет детей притащить, чтобы они выбрали. Боже мой. А мне надо будет как-то с этим смириться. Скажите ему что-нибудь на эту тему. Что, надо было больше брать? Блин. Надо прилить. Я сейчас здесь сидела, смотрела на меня. Слушай, а у них вон там есть сетка. Может ее взять? Сказать, это все для ваших блага. Ну, давай не будем ломать ее. Давай ее просто сдадим и возьмем побольше. А побольше там были? Да. А, были. А у нас совсем больше. Ну, нормально она. Вот эта штука, что с ней делать? Не, ну если ты вот так вот ее впритык отсюда сделаешь, то она уже не пролезет сюда. Ну, ей, блин, неудобно будет. Она что-то совсем дурная. Что с тобой делать, а? Что, сломал? Да. Как это? Ну, вот она как-то вылезла здесь. А, ну вылезла, можно засунуть обратно. Мы с Юрием сидим, выбираем комплектацию фольксвагена. И думаем, вот, нужен ли нам бампердила? Или как-нибудь обойдемся без пердила? Ой, простите, пожалуйста. Знаете, это, короче, накладка на бампер для того, чтобы краску там не портить, когда ты что-то засовываешь в багажник. Но у фольксвагена она называется бампердила. Бампердила, блин. Еще и стоит она 130 долларов. Бампердила это. И вот мы думаем. Может быть, бампердия? Ну, тоже не здесь слишком лучше звучит. Бампердия тоже. Но бампердия лучше. Бампердия чуть получше. Бампердила все-таки как-то по-нашему. И итальянское какое-то название. Бампердила. Посмотри, вот здесь вот бампер... Нет, бампердила. Нет, ну, две л, как и читается. Да нет. Попион, помнишь? Бампердио. Чо я? Бампердио. Бампердио тогда. Бампердио. Бампердио все-таки лучше, чем бампердила. Ну да. Ну, я думаю, что это все-таки, может быть, бампердило. Ну ладно. Надо подумать. 54 тысячи уже. 615 долларов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова